друзья сегодня мы посетим схету мы уже добрались сюда такси воспользовались услугами такси gold они доступны очень удобно можно заказать в любое время место пока идем кратко опишем историю города значит город основан в пятом веке до нашей эры потом ко мноем схитосом который поселился здесь возле места где встречаются реки кура и арагви но он поселился здесь и основал город называл его своим именем спустя некоторое время и до сегодняшнего дня город стал очень знаковым для страны так как это это во-первых древняя столица грузии она баланс здесь на протяжении почти 800 лет также она как религиозная столица страны так как приравнивается к иерусалиму и весь старый город схеты и почти все достает предпримечательности в ней несены список всемирного наследия именно здесь в этом городе находится наибольшее количество исторических и религиозных памятников во всей грузии и так что здесь посмотреть есть здесь храм святиц хавели это храм 11 века сюда рекомендуют идти в первую очередь что мы в принципе сделаем здесь есть храм джвари храм джвари он находится на пике горы начало века седьмого сейчас выйдем на площадь и и будет видно хорошо итак подошли к собору святиц хавели дальше там видно вход это площадь вот пойдемте сейчас идем внутрь сам собор окружен довольно таки высокой стеной присутствуют такие мощные ворота я так думаю его раньше использовали как оборонительное сооружение через грузию проходили многие войны в том числе александр македонский тоже в свое время захватил грузию кафедральный собор святиц хавели один из главных православных грузинских храмов он был построен еще в одиннадцатом веке на месте первых грузии христианской церкви двенадцати апостолов сооруженная в четвертом веке по преданию в соборе хранится хитон иисуса христа предание повествует о жителе мцхеты который будучи в иерусалиме добыл хитон христа и привез его мцхету и показал народу женщина взявшая хитон в руки прижала его к себе и тут же умерла ее таки похоронили вместе с хитоном вскоре на ее могиле вырос кедр впоследствии царь миран решил построить церковь на этом месте и приказал срубить кедр из него вырезали 7 столбов и установили в церкви в качестве колонн один из столбов замироточил чудесная мира излечивала людей от тяжких недугов отсюда и пошло название храма святиц хавели что в переводе с грузинского означает животворящий стол святиц хавели собор крестово-купольного плана от высокого крестообразного фасада симметрично с двух сторон отходят пределы в середине основного здания возвышается остроконечный купол с 16 окнами фасады храма украшены каменной резьбой среди рельефов на стенах храма можно увидеть фигуры летящих ангелов это фрагменты предыдущего храма построенного в четвертом веке внутри храм полон света фрагменты росписи сохранившиеся на стенах храма выполнены в 16-17 веках во фрагментах фресок можно увидеть сцены легенды о хитоне господнем перед алтарем находится захоронение грузинских царей в том числе в ахтангах аграсали собор не раз разрушали самая значительная реконструкция была проведена в начале 15 века но в целом святиц хавели сохранил благородный облик который был предан ему еще в 1029 году мы приехали к храму дворе ехали снис хит и также на такси заказали болт 12 лари и считаю цена более чем приемлемая конечно пейзажи здесь вообще прекрасно горы да очень красиво по всей видимости остатки какой-то крепостной стены подошли ко входу никаких ограждений к краю подходить не стоит сегодня джвари один из самых значимых и знаменитых монастырей в грузии он возвышается над городом схета его история связана со святой нино строили храм с 590 по 605 года нашей эры в это время грузия и берия была хоть и христианской но еще не православной храм стоит на высокой горе существует предположение что его построили на месте одного из крестов которые установила святая нино по одной из легенд иберийский царь миран 3 видел видение четыре падающие звезды святая нино отправилась к местам падения звезд чтобы установить там кресты из виноградной лозы на месте одного из крестов и возвели монастырь джвари в конце 7 века арабское вторжение завершилось образованием тбилисского халифата судьба храма в этот период неизвестно возможно храм превратили в мечеть или забросили в середине 9 века правитель тбилисского эмирата сахак перешел в христианство отказался платить дань персии и попытался обеспечить независимость эмирата но в 853 году армию сахака разбили отбились и сожгли эта же участь постигла и монастырь джвари персы сожли храм и увезли с собой деревянный крест но по преданию сами же его и вернули в разрушенном храме продолжали жить монахи но мало их число не позволяло им восстановить разрушенные персами здания тем не менее внутри снаружи храма сохранились отдельные элементы украшений монастырь джвари свидетель драматических событий в Иберии предшественницы Грузии в монастыре вы увидите следы персидских вторжений и борьбы за независимость мы вышли из храма ветер очень сильный пытались с той стороны с видом на реку сделать фотографию но очень сильный ветер здесь вот горит огонь очень пахнет воск там с лучами запах такой приятный таванда растет да, категорная лаваня вот горит костер храм на самом деле очень маленький ну здесь менее ветрено может быть получится лучше снять подойдя к краю ну горы красивые конечно очень красивые зеленые не очень высокие, но прям приятно глазу да, здесь все-таки менее ветрено можно получше рассмотреть снова же таки видим собор это река Арагви она это течет с Кавказа а в ту сторону мы видим реку Ура ее исток с другой стороны, со стороны Турции завораживающая панорама а теперь конкурс какой русский поэт написал в своем произведении о храме Джвари? ваши ответы пишите в комментариях под видео три участника, указавшие правильный ответ получат приз подробные правила конкурса читайте в описании под видео в описании под видео в описании под видео в описании под видео а